Восточный Казахстан может стать целью террористов, так считают журналисты Нью-Йорк Таймс. Авторы заявили, что на территории бывшего Семипалатинского полигона можно создавать оружие массового уничтожения голыми руками. Простите. Вокруг этой ядерной во всех смыслах темы в интернете развернулась бурная дискуссия. Подробнее расскажет мой коллега Камиль Галиев. Камиль, тебе слово. Журналисты газеты заверяют, что радиоактивного металла на месте испытания предостаточно. И поэтому территория бывшего Семипалатинского полигона, как пишут в издании, может стать целью террористов. Впрочем, в Национальном ядерном центре уже объяснили, что журналисты американского издания действительно брали интервью, но в итоге написали ровно противоположное. Как считают многие интернет-пользователи, это заказная статья. Другое дело, зачем и кому это нужно? Ну, дезинформация-то или нет, еще выяснится. Что слышно о предстоящем матче «Шахтера» с «Селтиком»? Накал страстей вокруг предстоящего матча между карагандинским «Шахтером» и шотландским «Селтиком» почти достиг своего пига. Еще бы, ведь до начала стартового свистка осталось около часа. Интернет-пользователи пишут, что сегодня были замечены болельщики гостевой команды. Шестеро из них около трех часов дня уже направлялись в район проведения игры. Еще один твиттерианин считает, главное, чтобы сегодня получилось не как в игре национальной сборной против Германии. Тогда болельщики так увлеклись волной, что забыли об игре. Сегодня, Камиль, забывать об игре никак нельзя. Психологи говорят, как настроишься, так и выиграешь. Что еще обсуждалось в казнете? Олимпийская чемпионка Майя Манеза стала мамой. Накануне тяжелоатлетка родила сына в одной из больниц Алматы. Рост малыша 50 сантиметров, вес 3 килограмма. Супруги назвали первенца Арсением. Выбор имени для маленького богатыря не всем интернет-пользователям пришелся по вкусу. Некий Олег считает, что, цитирую, пацанчика надо назвать Руслан. На выбор также предлагали имена Алпамыс, Илья и даже Хожемухан, как звали известного казахстанского полуана прошлого. Впрочем, заботливые фанаты так и не пришли к общему выводу. Зато было решено, что у малыша хорошие гены. Напомним, супруг Манеза Вячеслав Ершов также в прошлом тяжелоатлет, победитель азиатских игр 2006 года. А это значит, что и у новорожденного богатыря все шансы на успех в большом спорте. Кто знает, Арстан, может маленький батыр будущий победитель олимпийских игр? У меня все. С именем Хожемухан я, конечно же, согласен, поддерживаю. Но неплохо было бы или не самое плохое имя Арстан Камиль. Спасибо. Продолжение следует...